Следующая программа стала возможна благодаря вам, партнёры телеканала CNL. Вы не можете проявить силу Божью, пока вы не изольёте её из себя. Сила Божья никогда не проявится в вашей жизни, если она будет сокрыта. Она должна течь из вас. Пастор Бенни Хин говорит о передаче помазания в вашей жизни. Это очень важно, и об этом вы услышите в программе «Это твой день». Там, где двое или трое соберутся во имя моё, там я посреди них, говорит Господь. Мы знаем, что Бог слышит наши молитвы и отвечает на них. Евангелизационные служения и служение исцеления пастора Бенни Хина путешествуют по всему миру. Он уделяет время молитве за вас. Присылайте пастору Бенни свои молитвенные нужды, чтобы он молился в согласии с вами. Кроме того, команда служения будет молиться за ваши нужды, прежде чем их отправят в Израиль, где на протяжении 30 дней за них будут молиться святые в Иерусалиме. Присылайте свои молитвенные нужды. Присылайте свои молитвенные нужды, прежде чем их отправят в Иерусалиме. Каждый христианин должен знать, что он помазан. Скажите это. Скажите, я помазан. Скажите еще раз. Скажите еще раз. Библия ясно говорит во втором послании Коринфянам, что вы помазаны. Через минуту мы откроем это место Писания. Само слово «христианин» означает «помазанный». Что такое помазание? Помазание – это жизнь Мессии. Это избыток жизни Мессии. И то, что вытекает из вас, называется помазанием. И когда кто-то спрашивает вас, что такое помазание, то отвечайте, это избыток жизни Иисуса. Это помазание. Слово «помазывать» означает «натирать». Натирать. Вот что это значит. Натираться маслом. Вот почему пастухи на Востоке натирали овец маслом. Они делали это для того, чтобы отпугивать жуков, мух. Помазание, натертое на вас, будет отгонять бесов. Пастухи на Востоке натирали овец маслом перед сном, чтобы их не мучили мухи. И, образно говоря, Бог тоже натирает вас елеем, чтобы Он отгонял от вас бесов. Разве это не чудесно? Все здесь нуждаются в том, чтобы их хорошенько натерли. Помазание Божье. Помазывать означает «натирать». Что это значит? Натирать. То есть, фактически, мы берем силу Божью и втираем ее в себя. Бог втирает свою силу в вашу жизнь. Он покрывает вас своей силой. Избыток жизни Мессии покрывает вашу жизнь. Бог наносит его на вас. Все здесь помазаны. У всех нас есть сосуд с маслом. И в 4-й книге царств, 4-й главе, когда Елисей пришел в дом одной женщины, у которой умер муж, и она сказала, «Слуга твой, муж мой, мертв». И теперь пришли взаимодавцы, чтобы забрать сыновей моих в рабы. И первый вопрос, который он задает ей, «Что у тебя в доме? Что у тебя есть?» Она говорит, «Ничего». И это хорошо. Вы должны понять это, и я хочу повторить эти слова, потому что они очень важны. Эта картина представляет худшее состояние, в котором может находиться Божье дитя. Когда вы потеряли все, и вот-вот потеряете то, что еще осталось. Вы потеряли мужа, и теперь потеряете сыновей. Вы в бедности, и у вас ничего не осталось. Пророк приходит и говорит, «Что у тебя есть?» «Ничего», — говорит она. Это хорошее начало. Потому что величайшие благословения всегда начинаются, когда мы вынуждены доверять Богу, когда нам приходится доверять Богу. Бог любит трудные места. Он любит, когда вы оказываетесь в трудном месте, потому что тогда Бог может проявиться в силе. Бог любит, когда Его народ... На самом деле, зачастую, Он будет вести вас в трудные места, чтобы проявить там себя. Вера всегда рождается в трудных местах. Вера не рождается в местах благословения и избытка. Вера рождается, когда у вас ноль, когда у вас нет ничего, кроме самой веры. Это было много лет назад. И они посмотрели на меня и сказали, «Пастор Бенни, мы нуждаемся в вашей помощи». Я спросил, «В чем? Помогите нам начать сеть». «Какую сеть?» Они сказали, «Мы хотим открыть христианскую сеть». Они были еще детьми. Рори ходил с длинными непослушными волосами. Он ходит так и сегодня. Мы сидели в автобусе. Ехали по Лондону. Они сказали, «Мы не знали никого, но хотели встретиться с вами». Я спросил, «Что у вас есть?» Они ответили, «Вера». Я сказал, «Это все, что вам нужно». Сегодня у них большая телевизионная христианская сеть. Но она зародилась еще в автобусе, в Англии. Но первый вопрос, который я задал им в автобусе, «Что у вас есть?» Венди сказала, «Вера». Я сказал, «Это все, что вам нужно». Она сказала, «У нас нет денег, но у нас есть вера». У них не было ничего. Когда у вас ничего нет, Бог может сделать из этого что-то великое. Потому что в трудном положении рождается вера. Ваша вера никогда не оживет в месте избытка. Зачем она вам там нужна? Она всегда оживает в месте трудностей. Когда у вас пусто, то Бог приходит в роли единицы. И вы получаете в десять раз больше. Когда в вашей жизни есть нужда, Бог способен сделать на этом месте что-то великое. Порой Бог позволяет нуждам прийти, чтобы приготовить для себя место. И Он восполняет все ваши нужды. Вы скажете, «Так что вы имеете в виду, что да, часто Бог позволяет вам попасть в место трудностей, там, где есть нужда. И ваша нужда дает Ему место. Ваша нужда становится для Него местом, в котором Он может действовать. Бог освобождает для Себя место. Нужды дают Ему место в вашей жизни. Разве это не прекрасно? Итак, она сказала, «У меня нет ничего, кроме сосуда с маслом». А Он сказал ей, «Разлей его по сосудам. Вы должны начать изливать то, что вы считаете ничем. Начните работать с этим. Начните разливать это по сосудам. У всех есть своя часть масла. У всех есть часть, которую они считают ничем в глазах Бога. Но вы должны ее изливать. И когда вы будете ее изливать, тогда помазание Божье начнет проявляться через вас». Давайте поговорим о помазании, потому что это очень важно. Вы не можете пережить силу Божью, пока вы не зальете ее из себя. Божья сила никогда не проявится в вашей жизни, если она сокрыта. Она должна течь из вас. Вы не выкачиваете ее, но позволяете ей течь. Вы скажете, «Как это возможно?» А вот об этом мы и поговорим, потому что Он сказал ей сделать именно это. «Пойди и продай масло». Эта семья переливала масло из одного сосуда в другой, и другой, и другой, так что масло не заканчивалось. Бог продолжал работать, пока все сосуды не стали полны. И многие получили от этого пользу. потому что та женщина продала масло, и ее жизнь была спасена. Мы вернемся через минуту и поговорим о том, как передать помазание. Повторяйте эту молитву за мной вслух. «Господь Иисус, я верю, что Ты Сын Божий, и я верю, что Ты пришел на землю и умер за меня на кресте. Я верю, что Ты пролил Свою кровь за меня. И я верю, что Ты воскрес из мертвых. Прямо сейчас я прихожу к Тебе, Господь Иисус, потому что я грешник. прости мои грехи. Омой меня своей кровью. Очисти меня, и я буду чист. Приди в мое сердце. Спаси мою душу. Я больше не принадлежу сатане. Я принадлежу Иисусу. Я Его навеки. И я рожден свыше. Аминь. Болезнь захватывает тела и разум людей. Но чудеса происходят. Болезнь исчезает, когда приходит Иисус. Иисус. Иисус Это относится к помазанию. Обновление — это помазание. Да придут времена отрады. Откуда? От лица. Или присутствие Господа. И да пошлет Он вам предназначенного Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен чего? Совершения или восстановления всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Мы увидим восстановление всего. Я говорю, что скоро мы увидим восстановление всего. Всего означает воскрешение мертвых. Всего означает, что все чудеса из книги Деяний будут явлены в этот день, в этот час, в этом поколении. Люди будут ходить по воде, будут переноситься с одной стороны в другую без помощи самолета. Бог возьмет и перенесет вас с одного места в другое, чтобы вы могли проповедовать Евангелие. и вернет вас домой в тот же день. Я готов к этому. А вы? Восстановление означает восстановление. Я помню, как в Индонезии происходили чудеса. Мэл Тари написал книгу под названием «Как могучий ветер». Надеюсь, что многие из вас прочли ее. И все это очень скоро повторится. Я видел силу Божью своими глазами в 70-х. И не только на служениях Кэтрин Кульман. Однажды, когда я покаялся, и мы ехали в Канаде по дороге, с нами произошел такой случай. Я до сих пор ярко помню этот случай. С нами произошло следующее. Мы ехали по дороге в Торонто. Вы должны понять, что рядом с нами не было ни городка, ни заправки. Только дорога и сотни километров открытой местности. И тут на дороге появляется пожилой человек. Мы подумали, откуда он мог там появиться? У него были ангельские черты лица, белые волосы. Это был невысокий человек без очков. Его лицо выглядело молодо, хотя он был уже стар. Он был в белой рубашке и пиджаке. И все дети, которые ехали в машине, спрашивали, что этот человек делает на трассе. Ведь в радиусе 100 километров там ничего не было. Только поля и все. И тот мужчина обратился к нам и сказал, «Вы меня подвезете?» Но в машине не было места. Потому что всех нас затолкали туда, как кильку в банку. Мы только выехали со служения, которое проходило на западе Торонто. И драгоценный Боб Тедмен, который был за рулем, ответил тому мужчине, «Мы хотели бы вам помочь, но, может, вас возьмет какая-то другая машина, которая будет ехать за нами. Однако мы не проехали и километра. Как ощутили угрызение совести?» Мы подумали, что, может, кому-то из нас стоило выйти из машины и добраться на попутках, чтобы позволить этому старику добраться туда, куда ему нужно. Наверное, он живет где-то неподалеку. И Боб сказал, «Если есть доброволец, то давай мы оставим его здесь, а потом приедем и заберем». Мы только собирались вернуться назад, а того мужчины там уже не было. Мы все были в шоке. Мы вышли из машины и начали его искать. Мы пошли по полям, думая, «Где тот старик?» Он пропал. Пропал буквально за пару минут. И мы начали плакать. Мы сказали, «Может быть, это ангел Господень приходил к нам, но никто из нас не узнал его». Как мы хотели взять того мужчину в машину? Исайя 43 глава. Библия говорит, что Бог хочет привезти вас на гору. Мы уже побывали в долинах. Хватит с нас долин. Я находился по долинам на две жизни вперед. Я готов к подъему. Я готов воспарить и вернуться на вершину. Мы прошли достаточно долин, слез, проблем, боли, зависимости, религиозных людей. Мы готовы лететь вверх. Выше, чем когда-либо. Нам надоел мусор. Надоели проблемы, негатив, безумные люди, ложные пророчества. Мы благодарны за долины, но время долины окончилось. Мы прошли достаточно долин, проблем, горе. Давайте пойдем к Иисусу. Да, вы готовы? Я это чувствую. Исайя 43 глава, 18 стих. Но вы не вспоминаете прежнего, и о древнем не помышляете. Вот, я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Бог собирается взять вашу пустыню и превратить ее в сад, полный апельсиновых деревьев, яблонь, ананасов и всего остального хорошего с небес. Вы готовитесь выйти из пустыни. Хватит с нас пустыни. Исайя 41, 17. Вот что делает помазание. Вот что ждет вас. Исайя 41, 17. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я был в таком положении. Я Господь. Услышу их. Я, Бог Израилев. Не оставлю их. Открою. Где? На горах реки. Потому что на горе, в камне, течет масло. И на горе вы берете его. Мы готовы горам. К сожалению, на этом месте нам придется прерваться. Мы продолжим эту проповедь на нашей следующей передаче. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь. Ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, писал Павел, не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Он любит вас. Он очень любит вас. Его любовь к вам глубока. Его любовь к вам вечно. И все, что вам нужно делать, это доверять Ему. Взирать на Него и просто призывать Его имя. Все очень просто. И всякий, кто призовет имя Господа Иисуса, спасется. Он очень сильно заботится о вас. Наш дорогой, любящий Господь прощает и любит. Сегодня вы слушали учение о сосуде с Илеем. Итак, давайте верить сегодня в то, что в вашей жизни будут происходить чудеса. Давайте верить в то, что Господь удовлетворит каждую вашу нужду. Я очень люблю за вас молиться. Я верю, что когда мы молимся в согласии, Бог каждый раз отвечает на эти молитвы. Дорогой Иисус, сегодня мы соглашаемся просить Тебя о том, чтобы каждая нужда была восполнена. Каждая болезнь исцелена. Каждая игоснята. Принеси нам мир, который превыше всякого ума. Ты сказал в Твоем Слове, что твердого Духом Ты хранишь в совершенном мире. Ибо на Тебя уповает Он. Господь, сейчас я молюсь о том, чтобы сердце и разум каждого человека принадлежали Тебе и концентрировались на Тебе. Подари нам свой мир, спокойствие и утешение. Изгони сегодня эту болезнь. Разбей всякие узы. Принеси исцеление и совершенную радость в Духе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И аминь. Разве не прекрасен наш Господь? Я хочу поговорить Pilate had to write a report to the emperor. Herod had to write his report to the Roman emperor to talk about why the crucifixion of Jesus took place and really in defense of themselves, like why they allowed it. Caiaphas had to write his report to the Jewish authorities even though he was the high priest. And others had to write their reports. These records were found years ago and put together in what is called the Archco volume. Years ago I was listening to Kathryn Kuhlman on radio, this is back in the 70's when she was reading a part of these records. Now here's what they had to do. They had to interview, back then, they had to interview people that knew the Lord. So they interviewed Joseph, Mary. They interviewed Lazarus, who was risen from the dead. They interviewed Mary and Martha, his sisters. They interviewed the shepherds of Bethlehem that saw the glory of God and heard the angels sing. They actually had to interview them and the interviews are all in here. This is awesome. The report of Caiaphas, the high priest. In fact, he claims that he saw the Lord while he was writing his report and the Lord said to him, you have just slain your last lamb. And he fell on his face, of course. But it's just awesome records that you cannot miss getting. And these are not, you know, new. Of course, most people have never heard of them. I'd like you to get this. It would bless you. I've had it for years, many years ago. I read this or parts of it in our church in Florida. And on Wednesday nights, it was packed. People wanted to just, you know, hear about it. So you can get your own. I promise you, you will be fascinated. This is the last week we will be offering the suffering Messiah ornament. Make sure to get this for any gift. And I have another great offer for you. A necklace, the Jewish menorah with the star of David and the symbol of the fish of the early Christians, of course, the early believers. That's olive wood from Bethlehem in a necklace. You love this. Dear Jesus, I hold my hands on these needs of people and pray for all the areas of their lives in their lives. In the name of Jesus. Amen and amen. I love you. Continue watching our program. Tell us to our friends about our program. Until your friends will be on the next week. I love you so much. See you so much. Bye. 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 Bye.